Продолжение следует... 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 Президент, вас обманули... Голубой снег не выпадет... Выпадет... Они так сказали... Они не могут обмануть... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главное, особенно назад, не торопись Погости у Васьки Пишет мне, пишет мне, обижается Скучает без тебя Ну, куда прешь-то? Жалко мне, брата, жалко! Ты все у нас и у нас! Ты у меня, мамаша, как королева английская поедешь на отдельные ложи Кирюша, как же вы без меня? Ну, трудно, конечно, будет, но ты за нас не волнуйся Ай, какая халёсенькая бебесочка, держи, как маму зовут? Спокойно гости у Василия, подольше гости, подольше! Уберите ноги, пожалуйста Ой, не выступай, это мать моя! В Москву увидишь, столичным воздухом подышишь! Ну, Вась! До свидания, сынок! Подвинься! Прощай, мать! Провожающих просим выйти из вагона Поезд отправляется! Боречка, осторожно! Бодрей, бодрей! Шевели помидорами! Боречка, бодрей! Хороший, бодрей! Это большая область, это хорошо для строительства Мистер Уайлер, мой компаньон, говорит, что площадка удобная для строительства. И хорошо, что она недалеко от центра Москвы. 15 минут езды на машине. Мистер Уайлер все снимает на видео. Ну, чтобы показать совету фермы. Мы, американцы, зря на ветер денег не бросаем. И хорошо, что есть подъездные пути. Он спрашивает, разрешение властей железной дороги есть? Есть. Свалку мы ликвидируем. На, ну, пусти. Разрешение советской власти получено. Эти нищие, как бельмон на глазу из полкома. Позвольте. Я имею в виду, место выглядит хорошо, но мы должны отменить этих людей. Сталина дороги. Но у этого режима потрясающий опыт. По переселению не только людей, но и народов. Нашли место, где ржать. Позвольте пройти. Куда прешь, козь. Да, мы, американцы, странные люди. Помогаем нищим всего мира. Слушайте, я очень люблю архитектурный план. Я думаю, что он очень хорошо. Да, понравился ваш проект, мистер архитектор. Подпишем контракт и не забудем о вашей помощи. Мы рады, чтобы сделать, что мы можем для перестройки. После того, что мои компании кондомы есть лучшие и более вероятные в мире. Глядишь, и поможем перестройке. Глядишь, и поможем перестройки. Здравствуйте, машинист. Как поживаете? А, Фёдор Степанович, здравствуйте. Вы завтрашние газеты читали? Гидроимпериализм опять подымает голову. Обрубить щупальца пентагоновским ястребом. Вот задача мирового пролетариата. Совершенно верно, я с вами согласен. Рекоментировать первичные партийные организации КПСС на сегодняшний день постановили практически все забастованные... Здравствуйте, Степан. Здорово. Послушай, Федя, у меня был контакт с инопланетянами. Они собираются всех нас взять с собой. И я забронировал для тебя место. А чего я там не видел? Балда, ты ничего там не видел? Они говорят, у них там человеческая жизнь. Спасибо, Митя, я очень тронут, но я не полечу. Почему? Женюсь. Что? Женюсь? В который раз? Официально в седьмой, но на этот раз последний. Ты что, значит, лететь отказываешься? А я и так летаю. На крыльях любви. На чем летаешь? На крыльях любви. Президент, можно? Зуболит. Я все вижу, Анька. Проходи, садись. Вижу. Ну. Витя, подожди, Витя, дай сосредоточь. Иди. 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 Пошли. Пошли на овощную базу капусту коммунистить. Сейчас, мешок только возьму. Чувствуешь мое биополе? Какое поле? Ну, не колхозное. Тепло мое чувствую. Чувствую. Ой, не болит. Не болит. Мак. Волшебник. Бутылка за мной. Еще чего. Витя. Ты мой самый близкий друг. Еще бы, вместе одну баланду хлебали. Я прошу тебя быть свидетелем на моей свадьбе. Официальная часть в ЗАГСе, а неофициальная на моей новой даче. Вот приглашение. Хорошо. Приду. Да, и конверт. Спасибо. Да, Митя. Отпусти, Моша. С этим помочь не можешь. Зачем же тогда женишься? Люблю. Ну, если любишь, все получится. Да? Оф. Нет, все хорошо. Я думаю, хуже. Президент, скорее, милиционера бьют. Маманя. 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 Ей-богу, Маманя. Маманя, Маманя моя приехала. Нет, 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 нет. Подожди. Подожди. Маманя. Подожди ты. Вещи-то. Маманю. Гостинцу-то возьми. Ай. Гостинцу. Ой, подожди, да я поставлю сюда. Ну, Маманя, вот праздник так праздник. Держи, Тюк. Дай я тебя поцелу. Это дело надо спрыснуть, мамуля. Вырос ты, как милый мой. Маманя. Хороший ты мой. Это дело надо отметить. Маманя. Ну. Маманя. А? Ну, Маманя, давай с приездом. А мне? Ой, я-то балбес-балбесом сижу, я же тебя с Люськой не познакомлю. А кто это? А кто это? Это сожительница моя. Да ты что, новая? Да, новая, новая. Посудомойкой работает. Ничего себе женщина. Люсико. Всем привет. Люсико, посмотри, кто к нам приехал. Это же маманя моя. Помнишь, я тебе рассказывал? Ты садись, мамаш. Садись, мамань, что-то что стоит? Спасибо. Все, и стоит, и стоит. Ну, Маманя. Хорошая. Знаешь, какая хорошая? Дай ты выпить-то спокойно. Люсико, надо же радость какая. Мамань, как снег на голове свалилась. Вот ей-богу праздник-то. Мамаша моя, единоутробная. Люсико, знаешь, у меня маманя какая? Вот она мне скажет, Васек, прыгни в окно. Я прыгну, ей-богу прыгну. Скажи, мамань. Хочешь прыгнуть? Мамань, хочешь? Да ты что, не надо. А я все равно прыгну. Аж не надо. Он тебе прыгнет с первого этажа. Поехали. Эх, маманя. Мамань, раздевайся. Снимай пальто. Снимай пальто. А что ты все в пальто сидишь? Ты пойди вон, с Витьком потолкуй. Друганок мой, микробиолог. Согревайся. Принесла ее нелегкая. Да ну ладно. Ну хрен с ней, маманя все-таки. Святое дело. Ой, тоскавая. Ой, маманя, это домашние. Сама пекла. Ну, маманя. А вот и мы. Ох, какие люди и без охраны. Трубы-то, наряд? Садись. Мы спешим, а выпить нечего. Да это мы поправим один секунд. Люсико. Чего? Привет. Люсико, сгоняй-ка за бутылочкой. Ну, дружки. Маманя моя приехала. Здрасте. Я сдам. Здрасте. Ну, мужики, то. Оно уже до вас череп. Ты чего, на работу устроился? Что, я совок, что ли? Дураков нет. А? Мамань. Мамань. Одолжи чирик до аванса. Ну, перед людьми неудобно. Ну, надо же отметить твой приезд. Хорошей компанией, маманя. Сейчас. Мужики, маманя у меня золотая женщина. Ого! Такая старуха. Я люблю ее до смерти. Ну, скажи. Давай, Люсико. Одна нога здесь, другая там. А? На метле. В интерконтинентале. Кошелек вернешь. Это ж пенсия вся. А Воську-то дайте. Не беспокойся, маманя. Она хорошая. Она знаешь, как тебя любит? Эх, я на тебя смотрю, любимая. С одни возвратной стороны. Товарищи, я чувствую, что вы в душе член КПССР. Чего? Окажите материальную поддержку первой пионерки. Старая жопа. Девушка. Девушка, перед вами жертва коммунистического террора. Окажите материальную поддержку. Боженька, вас не оставят. Ваши мамочки тоже подадут. Вспомните меня. Дамочка, подайте. Ой, ёлки. Боже, какой кошелек. Фима, это ты? Нет, это призрак вашего коммунизма. Деточка, подойди. Подойди ко мне, мой пионер. Скажи, тебе в школе про милосердие говорили? Ну, папа, Фима. Да отойди ты, я тебе говорю. Паршивая школа у тебя, деточка. А тебе папа с мамой денежку дали? Дали на завтрак? Ну, дали немножко. Дали немножко. Ты же все равно все прокуришь, проиграешь в автоматы. Дай тете Фиме денежку. Она за твое здоровье супу выпьет. Эх ты моя умница. Да что ж ты мешаешь работать? Как тебе не стоит. Нашлась тут. Ты же интеллигентная женщина. Ты же художница. А сидишь на паперте с протянутой рукой. Что ты называешь папертью? Этот засранный асфальт? Вся страна стоит с протянутой рукой. Да, это любовь к красивой жизни довела тебя до такого состояния. Перестань кудахтать. Угости лучше хорошей сигареткой. Я кури беломор. Ты бы лучше мемориал курила. Ой, что ты несешь? Сейчас я тебя угощу шампанским. Тебя сюда не пустят. Это тебя не пустят. Привет, путанки. Ты что? Как жизнь половая получше, чем у тебя. Не груби бабушке. Фима, как ты себя ведешь? Это со мной. Зачитай, Сережа. Бутылку шампанского и два пирожных. Ого. Задачи не надо. Не много ли? Гуляем. Может, женщина себе позволить? Маленькую слабость. Но ты на демократической платформе или упираешься по-прежнему в ленинизму? Ой, что ж так голова-то болит, господи. Ой. Лодочки бы сейчас или пивка бы. Давай, талоны. Сбегаем. Кто это? Кто? Люська. Люська это. Дурак тебя понюхал. Ты что, не узнал, что ли? Ну, куда ты лезешь-то? Люсь, тихо, тихо. Люсь, какой день-то сегодня? А, понедельник. Что же это я? Три дня, что ли? Как фантик. Ни хрена не помню. Ой. Ай, сволота, как цены вздули. Господи. Смеситель финский. Люся. Люся. А где маманя-то моя? Ты ее выгнал. Куда? Куда, на улицу. Что ты говоришь, на улицу? На улице-то холодно. Пальто вон ей на... На Женьке. Пальто ты мне подарил. Подожди, подожди. Люся, ты мне расскажи, чего было-то? Ну, что, ну, побил-то ее и выгнал. Ой. А чего это я? Осерчал. Почему? Ну, я-то почем знаю. Ой, тоска. Ох. Два сорок нет. А вы что? Мне что-то... Добавил субтитры. 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 Фу, брысь, уйди. Нельзя. Не твоя булочка. Шарик, Бобик, как тебя? Уйди, брысь. Уйди, дурак. Чего ты привязался к булочке? Пошли. Субтитры. Субтитры. Чего ты? Субтитры. Ли, субтитры. Угу. Ли, субтитры. Угу. Угу. КОНЕЦ Это же моя булка. Я ее выслезала. Да, Кость. Это моя булка. Отдай. На сумочку. Ой, что я наделала. Шип с издуху. День работы пропал. Ну, чего вы? Куда собираю? Куда собираю? Деньги топчу я сейчас. Какие-то деньги. Фанера. Ой-ой-ой, фанера, кажется. Что, мать? Голодаю я. А так, не скажешь, навек упитана. Я с голоду пухну. Ну, наверное. Давай, давай. Олечку. В Сокольниках открыли столовую милосердие. Давай. Бесплатно кормят. Тебя как, тетка? Как зовут? Не припоминаю. А живешь же где? Не знаю. Такси! Шеф! Стоять! 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 Засранец! Все такие. Ты безродная, что ли? Ничего не помню. Значит так, меня зовут Анфимия, но я тебе разрешаю звать меня Фимой. Это конвертируемый рубль. А ты будешь Кате, согласна? Угу. Фамилии у тебя тоже нет. А куда же взяться-то? Дура! Иванова твоя фамилия, ежу ясно. Посмотри на себя. Хорошая фамилия. Такси! Спасибо. Шеф! Стоять! Спасибо тебе, Фима, а ты меня отогрела. Ну? Может быть, пешком пойдем? Мусоров на вас нету. Пойдем пешком. Пешком. Тебе только на кладбище пешком. Ой. А что это с ногами? Старая колоша. С ногами. Шеф! Стоять! Один раз живем. Мерси Баку. А деньги? Пардон. Маловат, бабуся. Возвратили мы вас в номенклатуру. Пусть разъездились. Фим, как славно пахнет. Милосердием пахнет. Пусть детям! Инвалид со мной! Пожалуйста. Я... 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 Инвалида. Да пусти ты! Сбежались тут! На халяву! Не пустай, ты не пустай. Не пустай, ты не пустай. Только что ногу сломала женщина. Только... Пустишь ты. Почему? Пустишь ты ногу. Только что ногу сломалась. Есть! Убрать! Уважаемые телезрители. Столовая милосердия. Характерная примета нашего времени. Перед вами один из очередителей районного фонда милосердия. Председатель райисполкома. Мир Владимирович Павлович. Пожалуйста. Сегодня свершился новый акт милосердия. Наш районный фонд открыл благотворительную столовую для малоимущего и пожилого контингента. Это очередное детище перестройки. Я глубоко уверен, товарищи, что в нашем городе с каждым годом будет появляться все больше и больше новых столовых для нищих и стариков. Спасибо. Талончики есть? Какие? Покажите! Сталонами трое проходят. Покажите талончики. Покажите ваши талончики. Дорогие мои женщины, предъявите талончики. Трое. У нас женщина сломала ногу. Да, да. Милая женщина. И хочет есть. Мы бы с удовольствием накормили вас без талонов, но без талонов нельзя. Да. Вы обратитесь в райсобес. Там обследуют ваши материальные положения, жилищные условия, наличие родственников. Анализ крови. Нет, анализ крови не обязателен. Когда соберете все эти справочки о вашем бедственном положении, вам выдадут талоны на милосердие, ну и тогда милости просим. Идите. Так ну покормите вот эту. Она мало ест. Пустите. Осторожней. Без меня никто не проходит. Бандиты. Поганцы. Советские оговорили. Фашизм! Вертургаль. Кто рвань то? А то даже права качать. Подабись ты билосердием вашим. Замри. Ой, что это было? Финка, слава богу, живы и есть не хочется. Получи! Ой, фашист! Господи, а гранату! Проходите. Дима, получи бабушек. 15 суток за хулиганство. Да куда же я твоих старух дену? Посмотри, он у меня все камеры битком. А отставник у тебя один сидит? Посели к нему женщин. Да ты что, Тимофеевич, он все-таки как бы мужчина. Не положено. Да брось-то, не все ли равно. Ну, что тут церемониться? У нас с местами плохо. Дима. Заходите. Семен Ефремович, я вам старушек привел на поселение. Не к ханыгам же их сажать. Товарищ лейтенант, как нужно обращаться к старшему по званию? Ах да, виноват. Разрешите обратиться, товарищ полковник, в отставке. Обращайтесь. Приказано женщин разместить в вашей камере для отбытия наказания. Размещайте. Кругом, шагом, марш. Вот тот же. Простите, а белье где? Белье положено, но не бывает. И тут дефицит. Ну, давайте знакомиться. Анфимия Степановна. Очень приятно. Поэтому я подсоку. Очень приятно. Добро пожаловать, прошу садиться. Я хоть и красный офицер, но с женщинами, как говорят, обращаться умею. Очень приятно. Разрешите представиться. Пожалуйста. Бакурин Семен Ефремович, полковник в отставке, участник русско-японской войны. 905 года, что ли? 45-го. Совсем упрострел. Чего? Я муданзян взял. Что он взял? А, так ты еще и глухая. Ну, извините. Мне-то один хрен. А тебя-то сюда за что? Насколько я понимаю, за хулиганство, да? Почему я политическая? Я борюсь с их милосердием. Политические так не выражаются. Просрал. Ну, извините, вырвалась. А ты за что? Я голодаю. Против кого? Очень кушать хочется просто. Ну, сейчас многим хочется. А вообще-то с этой административно-командной системой кончать надо. Ой, какой интересный мужчина. Вы холостой? Каждый мужчина в командировке холостой. А с трудным. Спасибо. Да, у меня папа генералом был. Ой. У нас всегда полно было военных. Вообще приятно вспомнить. Да. Раньше женщины очень уважали военных. Ну, было за что. Ну, так теперь вот называют сапоги. Про него это не скажешь. Ты упаси бог у меня. Да что ж ты скребешь все? На вот, ешь. А ты? Ах, я не ем, я пью. Ага, гротиск. Понимаю. Это она так шутит. Анфима Степановна, я тебе выражаю за это устную благодарность. Кушай на здоровье. Спасибо. За что сидишь-то? За убийство. Друзь. Да. Господи, кого ж ты за шип-то, милый? Да я... Ну, я... Я по утрам зарядку делаю на балконе. В шесть утра. Ну, привычка у меня такая. Почему на балконе? Потому что там воздуха больше. Ну, как всегда, вышел. Квартирка у меня однокомнатная. Двухкомнатная, но нормальная. Гирька двухпудовка на балконе ржавеет. Дай-ка, думаю, сегодня рекорд поставлю. Семь раз выжму. Птички поют. Настроение хорошее. Раз. Ну, стал заниматься. Работаю. Выжимаю. Дверь. И вдруг... Четыре. Пять. Эй, вы чего делаете? Зачем колеса снимаете? Это ж моя машина. Папаша, тебе полезно ходить пешком. Ну, думаю, сейчас спущусь вниз. Накостыляем по шеям. Ну, чувствую, не поспею. Уйдут. Уж больно шустро работали. Эй! Отставить! Папаша, шел бы ты к своей мамаше. Предупреждаю! Последний раз предупреждаю! И кто ж знал, что, оказывается, в этой их непоганой машине за рулем еще третий сидел? Насмерть! Да нет! Гиря только капот пробила. Она его даже не задела. Правда, ему стеклом нос поцарапало. Но почему-то уж пятые сутки без сознания. Да симулирует. Симулянт. Точно. Вот жду. Если он помрет, меня будут судить за убийство. Спасибо. А если нет, так его как жулика. А вообще-то мне все равно. Я один. От меня жена ушла к гражданскому. 23 года назад. От такого интересного и ушла. О, Господи. Угу. Спасибо. Шлюха. Потому и ушла. Нет, не замечал. Вообще-то, может быть. Да шлюха. Ну, бабки, собирайтесь на работу. Что делать-то? Милицию мыть. Вот тебе раз. Вас отмоешь. Жить будешь у меня? Место для работы мы тебе как-нибудь найдем. Хотя есть сложности. Сейчас нищих столько развелось. Во всей стране. Все стали умные. Но главное, запомни. Тебя должно быть жалко. Эш, до слез жалко. Фима. Ал. Посмотри, вот так жалко? Не жалко. Совсем не жалко. А что если... И не доставай даже. А почему? Ты внука, что ли, кормишь? Еще там, лет сорок назад сошло бы, то прости с трудом. Думай, Катя. Думай. С рабочими местами плохо. Нищие. Москву вдоль и поперек поделили. Участки закреплены. Мне придется в лапу давать. Фим. А. Фим. А так жалко? И так не жалко. Народ... А черствел мои не такое. Видали? Ой, господи. Что ж придумать-то? Понимаешь, место надо искать. Такое хлебное. У кооперативного туалета, у кладбища на худой конец. Фим. Фима. Что ж ты пропала? Ну как? Разлука ты, разлука, чужая сторона. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Ну как хорошо, да? Они сейчас на патриотическое клюют больше. Да? А вот это вот? Давай. Звейтесь костра, синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Вот это, да? Я все удочерила. Ой, какая красота. Ой, ну надо же, Фим. Ну кто бы мог подумать. Ты талант, Фим. Ты отдохни. Не до тебя. Ну вот можешь теперь посмотреть. Ну. Ну. Я же говорю, интересный мужчина. Господи, красота. Я такой горох хорошо езжен. Ким, первого мая я видела только такую красоту на Красной площади. Дай сосредоточиться. Я же изучаю. Ну. В принципе, неплохо. Но у меня есть некоторые мелкие замечания. Вот ты мне тут геройские звезды сделала. У меня их нет. Потом. Ты же меня маршалом тут нарисовала. А это неправда? Ну, это естественно. Сейчас же все знают, как рисовать. Как музыку писать. Я не фотограф, дорогие мои. Я художник. Искусство, оно не одномерный, слепой отпечаток нашей мерзости. В котором мы существуем. Ты не нервничай. Искусство, это прорывную реальность. Ты умная. Идите вы оба. Не трогай меня. В иную реальность. Иллюзорную. Она не имеет отношения к дерьму, где мы плаваем. Все поголовно. Ну, я примерно так и понял. Товарищ полковник в отставке с вещами на выход. В суд. Домой. Ваш убиенный пришел в себя. Теперь его судить будем. Представляете? Семь дней лежал в шоке. Не мог в себя прийти. Не могли понять, то ли живой, то ли мертвый. Вот Семен Ефремовича и держали. Какая радость. Вот справедливо все. Справедливо. Давай. Скорей. Вот эту левую сначала. Вот эту, да, раненую сначала. А я вот эту, помогу. Шапка где? Вот так. Бонзай, не забывай нас на воле, да. Давайте посидим перед дорогой. Товарищ лейтенант, у меня к вам просьба. Ну, чтобы тут в мое отсутствие никто этих женщин, как говорят, не обижал. Есть, товарищ полковник. И еще прошу вас. Как только они свой срок отбудут, позвоните мне домой персонально. Я лично за ними приеду в автомобиле. Есть, товарищ полковник. Эх, жаль, нельзя картину с собой забрать. Ушел. Ну, какой интересный мужчина, Фим. Катя, знаешь что? Ты только на этого мужика глаз свой бляцкий больше не клади. Ладно? Угу. Еще помощь сойдет. Куда вы собираетесь, президент? Меня пригласили свидетелем на свадьбу. Свадьба здесь у нас? Нет, женится мой друг. Официально. В этом вы скомпрометируете себя, жениха и всех нас. Но я не могу не пойти. Так. У меня есть вполне приличный костюм. Я в нем защищал диссертацию. Сейчас я его принесу. Да ты что, Соломон, я же в него не влезу. Но я был тогда полнее. И выше. И выше. Что случилось? Что за шарф? На лиге, не ступайте, отойдите. Отпустите шарф. Вы не имеете права меня пинать. Я американский поддан. Меня тоже нельзя бить, я при исполнении. Кто такие? Президент, вглядитесь в этих людей внимательно. Это случайные товарищи не оттуда. Нет. Диверсанты. У этого Мордатова нет паспорта. Назвался председателем кооператива. А этот, точно, американец. Зарушников, бом! Бандюги! Может, они с дружеским визитом? Мы ж перерусишь американ. Пхай, пхай. Да замал. Правильно, правильно, мы с дружеским визитом. Дружба! Мир, дружба, перестройка, Горбачев. Ой, ёпт. Говорите, с чем вы к нам пожаловали? Они что-то рисовали и фотографировали. А этот, американец, лучше меня говорит по-русски. Президент, это форменный шпионаж. Они хотят улететь вместо нас. Ну так что, президент? В расходах! Этого не надо, не надо! Не рада! Здесь будет совместное предприятие по изготовлению противозачаточных средств. Это же важная проблема для страны! У вас есть договоренность с исполкомом? А как же без этого, конечно! Разрешение исполкома получено. Мы вашу свалку ликвидируем. А нас? Куда вы денете? Как? Кого куда? Ну, кое-кого в больницу, кого-то в дом престарелых, кого-то в психушку. Ну, а кое-кому и тюрьма плачет. Ну, она полегче, Тэп. У меня идеи, президент! Президент! Может, взять их в заложники? Нет, тогда придется их кормить. А чем? Президент, не будьте дураком! Кому нужны их презервативы? С оружием к ответу! Да подождите! Заткнись! В общем так, ставим им условия. Или они освобождают нашу землю, или мы им... Нет, нет, терроризм нам не подходит. Придется их отпустить. Президент! Вы мямля! Мы вас переизберем! Приказываю отпустить! Полетники, полетники! Молеты грязной руки! Спасибо! Помните о русском гостеприимстве! И на стране поганая! Отпаливай, гад! Что-то шумели, Митя. Плохо дело. Придется идти в исполком. Они собираются нас выселить. Ну, наши власти пока раскачаются. Нет, они подключили американцев. Это шустрые парни. Они могут все снести до снега. Откуда у тебя такой шикарный костюм? А, это с застойных времен. Мои уехали в Израиль, а меня не выпустили. Я работал в секретном учреждении. Выгнали с работы. И жилье я потерял, и семью, и документы. Вот все, что у меня осталось. Я его очень берегу. Примерьте президента. Но я в него не влезу. Он мне очень дорог. Примерьте президента. Хорошо, я попробую. Может быть, удастся выехать в Израиль и повидаться с родственниками. Не халамидникам же показаться. Придется идти в этот вонючий исполком. Ну, а родные тебе хоть пишут? Они даже не знают, жив ей или нет. Столько времени прошло. Наверное, думают, что умер. Ой, коротка кольчужка-то. Вы бесподобны, президент. Ну, ладно. Галстук еще завязывай. Нет, нет, не надо, я галстук никогда не носил. Надо, надо, надо. Вот так. Вот, в этом вы нас никогда не скопрометируете. Вот так. Все так-то. Так. Венгерский галстук. Надо, надо, надо. Вот так. Президент, это правда были люди с летающей тарелки? Ты же видел свет в небе. Может, это зажгли прожектора нассортировочные. Но люди же были в скафандрах. А вдруг это какие-то сварщики в касках? Соломон, какие ночью сварщики? Президент, простите меня, я не полечу с вами. Останусь здесь. Ты с ума сошел, Соломон. И здесь жить нельзя. Но если я с вами улечу, я никогда не увижу своих родных. Чудак. Мы по дороге сделаем остановку. И высадим тебя в Иерусалим. С кем вы? Мастера культуры. Да с тобой, с народом ступай. А, здорово. Ты где пропадал? В санатории. Здравия. Здравия желаю. Пимочка, а мне удобно ехать с вами на свадьбу? Меня вроде не приглашали. Да ты же, ты приглашен сестрой жениха. Плиз. Тут у меня немножко не упрано. Не обращайте внимания. Кать, ты будешь жить в спальне. Тебе нравится? А, осторожно, голову. Проходи в мастерскую. Голову. Ой. Выбери себе что-нибудь в шкафу. А то с тобой ходить стыдно. Что-то надо Феде подарить на свадьбу. Садись. Что-нибудь из творчества. Так, это абстракция, то он не поймет. Это у нас натюрморт. Натюрморт он не любит. Ой. Пейзаж. Ну, вообще-то я слабовато в пейзаже. Аэропорт? Нет, это вид из окна. Неизвестного металла. Очень много вновь ходило. Разрешу я помогу. Это я люблю. Осторожненько. Автопортрет. Автопортрет брата? Это ж бюст. Мой. А, гротеск. Хорошо. Ой. Катька. Ну как? Ёлки. Королева красоты. Тебе макияж еще надо сделать. Это вагон для курящих? И для пьющих. Садись. Сейчас я из тебя соцреализм сделаю. Ну-ка. Она Чернобурку, между прочим, не рассчитывай. Она тебе, как корове, седло. Пригласите, 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 пригласите. Молодой, к нам кто-то пожаловал. И ладонь мою... Мимочка! Скотом застой. Мимочка приехала, моя сестра. Мимочка! Как я счастлив, что ты приехал. Я уже думал, ты и появишься. Старый проказник. Поздравляю. Мимочка. Позволь тебе преподнести родительский самовар. Пожалуйста. Помнишь, как мы чаевничали за ним детьми? А это вот еще. От имени командования вам подарок. Автопортрет оригинал. Да что, это вот так? Акстракция. Это моя юношеская работа. Познакомь. А вот и моя жена. Жанночка, учащаяся ПТУ. Станочница. Правда прелесть? Передавай многостаночнице. Ну. О, хотелось бы, чтобы у вас были дети. Я так мечтаю о детях. Вижу. Спасибо. Нет слов. А это мой однокурсник и свидетель. Андрюша. Он секретарь комсомольской организации. Вижу. Я обожаю комсомольцев. А меня зовут Володя. Я партнер. Избран на альтернативной основе. Большой Вик. Какая у нас замечательная молодежь. Помогите, пожалуйста. Что? Как? Ну, куда идти? Боже мой, ну зачем мне это рухнуть, а? Столу. Это рухнуть. Это антиквар. Что ты понимаешь? Антиквар. Закрой дверь. О, какая. Прелесть. Здравствуй, Филочка. Где ты пропадала? Знаешь, занималась чисткой милиции. Ну и как? Удалось? Потерпела поражение. Позвольте представить президент. Очень приятно. Ой, это же кумовка. Понимаю. Семен Ефремович. Бакурин. Бонзай, генерал. Очень приятно. Полковник. Пардон, генерал-полковник. Простите. В отставке. Герой Цусимы. Пардон, Муданзяня. Ой, очень приятно. Что ж ты делаешь? Какая желесть. Помогу. А это вот артистка. Это... Артистка? Катя Иванова. Большая знаменитость. Народная артистка республик. Народная? Какой республик? Да практически всех автономных. Проходи, Фима, проходи. Вы в кино не снимались? Вы случайно в кино не снимались? У вас лицо очень знакомое. Вы извините ее. Она что, глухая? Устала просто. Она, извините, так одета прямо из театра со спектакля на дне Бойкова. Очень люблю театр, особенно на дне. Открой, пожалуйста. Вот, но так, чтобы шумом, шумом. Да, угощайтесь. Спасибо, дорогой. А вы, а вы, женщина, чем занимаетесь? Как вам сказать? Я вдова. Ах, какая жалость. Накладывайте, накладывайте. Это все без пестицидов. Все свое, со своего сада, огорода. Молодой, сядь, сядь, а то упадешь. Накладывайте, накладывайте, дорогие. Сажусь, сажусь. Ух ты моя артистка дорогая. Какая щепленькая, со своего дна. А это наш фотограф. Мы его пригласили, чтобы он запечатлел наш праздник. Накладывайте. А это? Кушайте. А это тетя, тетя моей жены. Она из Калинина, она хорошая. Я не из Калинина. Глупый, он забыл, все молодой. Я из Твери. Все от Твери виноваты. Она заведующая от Илье. Но я не заведующая. Я тебе шампанская. Я просто партниха. Но что мы очень хорошим людям. Кстати, очень. А это наша молодежь. Наша замечательная молодежь. А это? Клава, Клава, соседка моя. А это инакей. Друзья, я хочу сказать первый тост. Тише. Тише. Слушайте. Слушайте. Я хочу поднять этот бокал за мою очаровательную жену. Ой. Встал. Это самая лучшая девушка в мире. С ее появлением моя жизнь преобразилась. Молодой человек, вы комнату не сдаёте? Молодой человек, у вас комнатка лишняя в доме есть? Молодой человек, у вас комнатка лишняя в доме есть? А вы денег много будете брать? Я учусь по ТУ. У меня родителей нет, только тетка в Калинине. С деньгами очень сложно. Что вы? С вас я вообще ничего не возьму. Как? Так. Да? Да. Мне так одиноко в этом огромном доме. Вот яблочко из собственного сада. И яблочко. Спит. Назарет, ты ее не будишь. Назарет. Жанночка. Жанночка. Что? Что случилось? Утро. Пора в училище. Ваш завтрак. Ой, сгущенка. Я страсть, как люблю сгущенку. Сладко? Грандиозно. Я прошу вас быть моей женой. Я согласна. Вот так и встретились два одиночества. Выпьем за счастье моей жены. Мне больше в жизни ничего не надо. Кто-то достал в себя такое горькое. Горько! Жанночка, вот счастье. Сиди сюда. Жанночка, Горько. Сладко мое. Дитя мое, я люблю тебя. Жанночка, жена. Горько! 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 На пиццу, что ли? Фим, ты чего положить? Не закусывала. Колбаски нас, Иннокентий, передайте. Тима, я бы так сейчас хотел быть на месте твоего брата. И ты туда же. Ты что, неужели тебе нравится эта фре? Да не нравится она мне. Но все-таки семья, как говорят, крепкий тыл. Боря, фотограф! Сними меня с генералом. Снимитесь со мной. Плесни. И с артисткой. Снимитесь со мной, пожалуйста. Дветочки в кадр. Спасибо. Вот так. Смотрите в центр. Давайте поближе. Дома два. Теперь без удовы. Второй раз. Сейчас. Спасибо. А теперь с президентом. А с котиком. А с котиком не ходите. В следующий раз. Да. Сама с ним снимайся. С котиком. Фимочка, твое здоровье. Пальчики мои. Маленькие. Сладенькие. Ну, счастье мое. Радость. Давай, фотограф, дернем с тобой. Молодая. Молодая. Ой, дед, ты запиваешь? Да, конечно. Ты сама его положи. Овец. Ешь, пончик, ешь. Так, ешь. Ниже пустые рюмки. Ага. Ешь, студень, дурачок. Ешь. Где студень? А вот он. Я тоже люблю студеньки. Ой. Давай, Фимыч, глотачка. Хорошо пахнет. Чесночку не пожалели, Фим. Фим, ты чего? Ой, ты чего, Фим? Поехали. Миллионочек, соловей. Ох, скажи, матушке, Пусть моей, Кноречка, Жалоба поет. Ой, да не види, Пусть не буду. Пусть не буду. Пусть не буду. Раз, два, поешь. Федя споет. Да заткнись ты. Хватит. Специально в честь Жанночки. Романс собственного сочинения. Господи, не охнуть, не вздохнуть, Не летят в метельной круговерти Жизнь тропинка от рождения к смерти Смутный, скрытный, одинокий путь Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, Чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Мы выходим вместе в снегопад, И четыре оттиска за нами, Отпечатанные башмаками, Не отвязно следуя следят. Господи, как я метели рад. А что здесь снимать? Я сама сниму. Где же мои первые следы? Занесло начальную дорогу, Заметет остаток понемногу Милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу. Молодой, ну хорошо. Ну хорошо, ну такую тоску навел, Ну все-таки свадьба. Ну давайте что-нибудь, Давайте потанцуем, Давайте танцуем. А? А, извините, вы хромой. Хидия. Молодой, ну сыграй что-нибудь веселенькое. Ну веселенькое. Спасибо. Мнение художника, для меня все. Мы это сами сочиняли. Сам. А ты хватит, пора домой. Там нас друзья. Голодные ждут, не дождутся. Мы принесем им гостинчик со свадьбы. Эх, Пунчик, если бы ты знал, Сколько голодающих кошек на свете. Дядя, давай нашу лагерную. По тундре что ли? Помнишь? Закрой окно, дует. Это было весною... Президент... Ой, извините. ...месте с Федей сидел в лагере. Сегодня многие, которые сидели, Вышли в президенты. А те, кто сейчас президенты, Еще сядут. Пусть... Опасаясь погони, Громких криков назад. По тундре, По железной дороге, Время мчится поезд. В Оркутале, Град, Мы бежали с тобою, От проклятой погони, Чтобы нас не настигнул, Пистолет разря... Когда мы штурмовали моральнзиан... Ночью... Ба-бах! Ба-баба-бах! Бах! Артподготовка началась. Это в Манчжурии. Не знаю. Потом пошли танки, а за ними мы, пехота. За нашу пехоту, родную. Она того стоит. Дождик капал на рыло и надуло нагано. В охрана загружила, руки вверх, говоря. Но враги просчитались, окружением пробито. Кто на смерть смотрит, это прямо того пувлине взять. Фима, ты поверишь, это было лучшее в моей жизни. За тебя, Сеня. И вообще за всю эту Манчжурию. Мы бежали с тобою от проклятой погони. Нас с тобой не отстегнул, пистолета разряд. Классная песня, Раша. А сладкий стол? Просёночка, она прилежала из края. Дарочка, доставай из холодильника торты. Ой, собачка. Она кормит попросил. Хорошая. Я не понимаю. Что здесь происходит? А это моя свадьба. Милси, прошу, заходите, будьте как дома. Нин, ты представляешь, меня приглашают на свадьбу в собственный дом. Ах, так это вы хозяин этой дачи. Приятно познакомиться. Всё наступать. Собачка. Юр, взгляни, на нём твой костюм. Да, действительно. Он пришёлся мне в пору. Надо сказать, у вас отменный вкус. И ткань добротная. Клёвый костюмчик. И фасон самый самый. Нин, иди, вызывай милицию. Да ты что? Только запри с той стороны дверь. Такая милиция. Я их здесь покараулю. Вот, уважаемый, товарищ, вы нас не поняли. Зачем милицию? Ну, надо сначала разговаривать. Юрочка, здравствуйте. 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 Ну, вы-то как всё это допустили? Что, не могли позвонить? А я думал, это ваш папа. Или какой-то родственник. Да, что охраняет? Какой это папа? Я не охранял, я осторожил, я тут всё делал. Ничего же не пропало. Но это мы ещё проверим. Ну-ка, мсурк, вляпались. Рвём. Костюм на нём замечательный уважитель. Заперто. Наверх. Я невидоват. Она сама хотела. Не мог отказать. Молодой, ты чё? Ты чё, не композитор? Композитор. Нет, я пианист. Не композитор. Не композитор. Нет, я пианист. Заполируем шампанским. А дача чья? Радушка, я тебе сейчас всё объясню. После сладкого стола фотографируемся с собакой. А дача чья? Твоя, что ли, или нет? Нет, дача время. Я, я, дача, дача, я охраняю. Нет, вы, дождите, дача твоя или нет, молодой? Я, я, я охраняю дачу. Жанночка, ты только не волнуйся. Я дача, я спрашиваю. Дача чужая. Я дача. Чужая, как бы. Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счёт жрали, пили. Я за каждую бутылку платила по... Не волнуйтесь, ради Бога. Повстри, дорога. Да вы ж меня фоберусы. Тихо, тихо, тихо. Да что ж ты думаешь? Не бей тебя. Старый ты, пердун, что ты думаешь? Ты мне нужен, да? Да, да. Да ты нам не нужен, блин. Не души. Нам твой дом нужен. В дома уйди. Не трой, сестру. Я же тебя удушил, паразита такого. Паразита. Ты только не волнуйся, Жанночка. Я тебе сейчас всё объясню. Отстань импотент. Как импотент? Ведь не всегда же, ведь не всегда же, Жанночка. Вот, что же вы делаете? Пожалейте меня! Больше жизни, больше жизни, рухлядь, старая. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Держать дистанцию. Встать. Побежали на месте. На месте побежали, побежали. Стоп. Сесть. Встать. Сесть. Встать. На соседа не заваливаться. Коррегу, старая. Встать. Так. В обратную сторону. Шагом. Марш. Фима, как ты думаешь, Жанночка на меня не очень обиделась? То о чём? Обчивый об ане. Я подлет. Дышим, дышим. Женился на ней обманным путём. А она мне поверила. Такая доверчивая, такая непосредственная. Да лярва она твоя, Жанночка. Пошевеливайся, говны собачьи. Ну, знаешь, Фима. Держать дистанцию. У моей жены, как у любой женщины, есть свои недостатки. Но я не позволю так отдавать свою жену. На меня? Ты, ты, ты мне просто завидуешь. Да, да, ты завидуешь моему чувству. Встать. Ты неудачница. Я неудачница. Да. И у тебя никогда не было настоящей любви. Ты не способная к этому. Бегом на месте марш. Да ты знаешь, как и сколько раз я любила. Стоп. Я просто не желаю сидеть в чужом доме. Пошли. Я не собака на привязи. Нет. Я, по крайней мере, я не ошибаюсь по чужим дачам. А кто в этом виноват? Кто оставил меня без жилья? Тебе мало было денег и вещей? Да, веселей. Пока я сидел, ты профукала даже нашу квартиру. Ты, ты испортил мне жизнь своими причудами. Да. Конечно, ты богема. Тебе надо было красиво жить. Кабановского. Тьфу, тьфу. Я художник. Ты обрала меня до гидки. Я художник. Художник. Ты должен уважать мои маленькие слабости. Мазила. У талантливых людей есть... Мазила. Есть свои слабости. И ты должен уважать... Ты мазила. Хорошо, ты вам. Мазила. Я тебе покажу неудачницу. Турак, старый. Ты самая обоцаренная мазила. Любитель юных шлюх. Я тебе покажу. Ты что, ушибся? Перешли на шаг? Федя. На шаг перешли. Ах, так это вы хозяин этой дачи. Приятно познакомиться. Все наступает. Собачка. Юр, взгляни. На нем твой костюм. Да, действительно. Он пришелся мне в пору. Надо сказать, у вас отменный вкус. И ткань добротная. Пошита. Клоу костюмчик. И фасон сава. Нин, иди, вызывай милицию. Да ты что? Только запри с той стороны дверь. Такая милиция? Я их здесь покараулю. Вот, уважаемый. Товарищ, вы нас не поняли. Зачем милицию? Ну, надо сначала разобрать. Здравствуйте. 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 Ну, вы-то как все это допустили? Что, не могли позвонить? А я думала, это ваш папа. Или какой-то родственник. Да, что охраняет? Какой это папа? Я не охранял, я сторожил. Я тут все делал. Ничего же не пропало. Но это мы еще проверим. Ну, консорк, вляпались. Рвем. Костюм на нем. Замечательный уважатель. Заверто. На верх. Я не виноват. Она сама хотела. Не мог отказать. Молодой, ты что? Ты что, не композитор? Нет, я пианист. Нет, композитор. Не композитор. Нет, я пианист. Заполируем шампанским. А дача чья? Жанночка, я тебе сейчас все объясню. После сладкого стола фотографируемся с собакой. А дача чья, твоя, что ли, или нет? Нет, дать тебе время. Я, я, дача, дача, я охраняю жульфе. Нет, ну подождите, дача твоя или нет, молодой? Я, я, я охраняю дачу. Жанночка, ты только не волнуйся. Жанночка, я дача, я дача. Чужая, как бы. Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счет жрали, пили. Я за каждую бутылку платила. Не волнуйтесь, ради бога. Пов, ты дорога. Да вы же меня фоберусы. Да что ж ты думаешь? Старый ты, пердун, что ты думаешь? Ты мне нужен, да? Да, да. Да ты нам не нужен, блин. Нам твой дом нужен. В дома уйди. Я, твой сестру. Я же тебя удушу, паразита такого. Паразит. Жанночка, ты только не волнуйся, Жанночка. И я тебе сейчас все объясню. Отдань импотент. Как импотент? Ведь не всегда же, ведь не всегда же, Жанночка. Вот. Пожалейте меня. Больше жизни, больше жизни, Рухляк, старая. Раз, два, раз, два, раз, два, держать дистанцию. Встать. Побежали на месте. На месте побежали, побежали. Стоп. Сесть. Встать. Сесть. Встать. На соседа не заваливаться. Корега старая. Встать. Так. В обратную сторону. Шагом. Марш. Фима, как ты думаешь, Жанночка на меня не очень обиделась? Свободно. Кто о чем? Обшивый Абани. Я подлет. Дышим, дышим. Женился на ней обманным путем. Смелее дышим. А она мне поверила. Такая доверчивая, такая непосредственная. Да лярва она твоя, Жанка. Пошевеливайся, говны собачьи. Ну, знаешь, Фима. Держать дистанцию. У моей жены, как у любой женщины, есть свои недостатки. Но я не позволю так называть свою жену. На меня? Ты, 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 ты мне просто завидуешь. Да, да, ты завидуешь моему чувству. Встать. Ты неудачница. Я неудачница. Да. И у тебя никогда не было настоящей любви. Ты не способная к этому. Да ты знаешь, как и сколько раз я любила. Стоп. Я просто не желаю сидеть в чужом доме. Пошли. Я не собака на привязи. Нет. Я, по крайней мере, я не ошибаюсь по чужим дачам. А кто это виноват? Кто оставил меня без жилья? Тебе мало было денег и вещей? Пока я сидел, ты профукала даже нашу квартиру. Ты испортила мне жизнь своими причудами. Конечно, ты богема. Тебе надо было красиво шить Кабанского. Тьфу. Тьфу. Я художник. Я вобрала меня до видки. Я художник. Художник. Ты должен уважать мои маленькие слабости. Мазила. У талантливых людей есть свои слабости. И ты должен уважать. Ты Мазила. Хорошо, Бибал. Мазила. Я тебе покажу неудачницу. Ты дай мне как-то, что ты дедова таланта. Ты самая обоцарена Мазила. Любите юных шлюх, я тебе покажу. Ты что, ушибся? Перешли на шаг? Федя. На шаг перешли. Что с тобой? Если бы ты знала, как мне плохо. Я ее люблю. У меня даже сердце болит. Бедный ты мой. Ну, давай, встанем. Давай, детка, встань. Да, да, да. Давай, давай. Встанем. А то земля холодная. Ну-ка, задорни, задорни. Что вы как на собственных похоронах? О! О! Идут, идут все. А вы что, особенный шаль? Ну-ка, давай, кастынь строй. И ты жопа в шляпе тоже. Строй. На соседа не заваливаться. Пошел, пошел, пошел. Слушай, ты не можешь наслать на эту эсэсовку ради пулит какой-нибудь? Шире шаг. Попробуй. Сейчас попробую. Старые коряги. Шире шаг. Ну, ты старая песочница. Не симулировать. Я тебя, падла, знаю. Я тебя десерту лишу сегодня. Глаза мои на вас не глядели. Пошли, пошли, пошли. Пошли под скоком. Вовны собачьи. Под скоком пошли. Ты что, Хрыч, Колченогий? Офановил, шоль? Че клешнями размахиваешь? Ну-ка, давай, строй. Ну что, Митя? Шире шаг. Майор Беопольевна назвала неспособна. Жалко. Под скоком сказала. Под скоком. Ой, ангел. Федя, это мой брат, Федя. Федя, как это ты? Я сам не знаю. Наверное, на крыльях любви. Федя, ты обиделся? Прости меня. Феденька. Федя, вернись сюда, ты разобьешься. Федя, вернись, куда ты полетел. К жене. Я так тоскую. Вернись. Прощайте. Мне хорошо летать. Это счастье. Мне хорошо. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ты хоть лечишься? Лечусь, лечусь. Раз в году лежу в больнице. Ну да, вам ведь революционерам привилегии положено. Небось, ешь не каждый день. Пенсии маленькие. Маленькой не хватает. Ну, кто же выступает натощак за идею всеобщего равенства? Ну, кто же выступает натощак? Натощак, я не знаю, что вы в этом месте. А я не знаю, что вы в этом месте. Я не знаю, что вы, а я не знаю. Нет ли тебя одно место? Никак не могу понять, то ли ты шут, то ли Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Тут люди какую-то старушку спрашивают, похоже, что Катя. Братан! О, смотри-ка, точно, это же маманя моя! Лёш, Кирилл, идите сюда! Блин, маманя наша блудная обнаружилась. Маманя, ну где вас черти-то насилия? Господи, мы уже все поистратились на поиски. Мы вон все ноги обтрепали по милициям. Маманя, я вон вашу пальтошку принесла, вы только не подумайте, что я хотела её зашкерить. Ну, у вас тоже теперь своя хорошая. Ты что, мать, обиделась, что ли? Да ты прости в натуре, я за тобой приехал. Чё-то наив теперь. Мамань, мамань, ядрён ваш. Ты что ж меня не узнаёшь, что ли? Я же Вася, сынок твой. Поплохела старушка-то. Люська, сожительница моя. Ты же её знаешь. А вот Кирюха, старшой твой. Наследный принц? Маманю. Ну чего, кудрявая? Волоськи распустим, похихикаем. Слушай, чё-то не в себе, бабка. Ну ты чего, к кладбищу шуль готовишься? Мамань, ты чего, прикидываешься? Или, в самом деле, придуревшая? Во! Ты куда, мать? Ну вот. Ты что, не признала нас, что ли? Неуважение. Ну ты прости, ты что не так-то? Обижаешь, мамань. А что ж собственных деток не узнаёшь, что ли? Очумела совсем. Стой, кому говорю! Да отстань от неё! Да как отстань? Хрен! Где у ней голос крови? Не, ну с ней по-людски она рожу ворует. Посмотри, как у пальто не взяла. Ну? А ну мотай отсюда скачками. А чё ты выступаешь? Чего? Ты кто такой-то от команды-то? Вали, свидание окончено. Тихо все. Это главарь их банды. Давай отсюда ноги делать хрен с ней с мамашей. Ты посмотри, какая рожа. Ты посмотри, какая рожа в окне висит. Этот же убьёт ему ничего не будет, козлу. Общий привет. Всё, всё. Чё, гонаем. Папаши, всё нормально. Всё, уходим. Всё, всё, кизи. Счастливо оставаться. Чё? Будьте здоровенькие и счастливы. Чё ты раньше-то не сказал? Ты иди отсюда иди. Сейчас рожа-то начищу. Посудомойка. Мася, блин. Сиротом и теперь. Ни хрена, Кирюха. Мы её через суд уматерим. Тоже, мать, целку себе строят. Ты не смей. 558. Обгоняемся по 3-й. С погодным утопом. Масок на 3-й и 3-й готов. Сигналы открыты. На 3-й и 3-й готов. Можете вылететь. Петро! 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 Тебя пострал! Три-четыре. Поздравляем! С днём рождения! Ой! Какой красавец! Аполлон бельвилтерский! Ольга, ты обожаю тебя играть. Можно я поцелую? Петро? Музыка, шампанское. Девочки, вы поверите, муданзян было легче взять, чем достать в этих продуктах. Какие продукты? Держи, с ума сойдите. Обожаю. Ну надо же, какая красота. Сейчас мы такой гротеск устроим с Катькой. Держи. Сейчас я у тебя возьму. Я сейчас начинаю стряпать, а я это умею и люблю, а вы сходите за водичкой вон там ведро. За мной. Так. Иди сюда, я хочу тебе показать кое-что. Это тебе подарок. Спасибо, Фимочка, но у меня уже есть машина. Нет, но это не ездит, это дом. Спасибо тебе большое, но у меня и квартира есть. Но это не в смысле жилья, а в смысле права на полет. Ты хочешь улететь с нами? Хочу. Это тебе. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Слушай, Фимочка, а это, наверное, дорого стоит? Да ну ерунда. Тут у нас одна старушка померла. Я ее дом у наследника купила. А где же ты деньги взяла? Да маминой обручальное колечко продала. Я не достоин такой жертвы. Не прибедняйся. А где-то суда кого-то касая. Он подшел от шумя Соломона Моисеев. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Чтобы я, коренной русской, жил с когитами евреев в этой квартире. Не побать это мог. Пороситы оба не открыли. Глаза на вашу гадостную нацию. Вы испортили нашу культуру, короче. Соломон, убирайте к себе на свою историческую родину. Долой жидов, долой сионистов и... Чистоту русской нации. А, Соломон! Ты призвал подкрепление из Израиля. Все, все. Тихо. Да что же это такое? Господи, за что он тебя так? Впечатлительный очень. Попрошайничай в том парке, где на митинг собираются черносотницы. Наслушается и кричей, напьется и бузит. Собирайся, пошли к нам. Пойдем к нам, Соломончик. Вот так всю жизнь, всю жизнь кричат, бей женов, спасай Россию. Всех перебили, а Россию так и не спасли. Я вам сейчас сделаю салат пикадилли, потом бульончик вкусненький, потом котлетки доваряй, картошечку дофин и лучок фрея. А где это ты все готовить научилась? Да поварихой была. У первого секретаря обкома на даче. Специальные курсы кончала. Вот так. Бонзайка, Бонзайка, почисти, пожалуйста, лучок. Да нет, я лук чистить не люблю, я лучше помидоры порежу. Да? Соломончик, почистишь? Ну и молодец. Вот тебе. Дай ножик. На. Я, Митя, счастливую жизнь прожила. На свежем воздухе, на даче, сытая. Вот сюда. Сюда части, а сюда шкурки. Так. Сам Кирилл Григорьевич хороший человек был. Он не любил жену на дачу приезжать, чаще один. Ну, а мне жалко его, позовет я и приду. И старшенький мой, Кирюшка, от него. Хороший был человек, помогал мне. Квартирку сделал. И материально. Ой, что ж ты давишь-то? Ты не дави. Аккуратнее режешь. Да я режу нормально. Ой, господи. А как я плакала-то, когда он уехал. На повышение пошел. В Москву? Конечно, в Москву. Нет, 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 не надо. Это казённая. А посуду? Ни в коем случае. Беру только личные вещи. Горничная упакует чемодан. Я сама. Не надо. Оставь. Мне очень жалко расставаться. Я был очень доволен тобой. Ты так всё хорошо делала? Кирилл, миленький, возьмите меня с вами на ваше повышенное место. Успокойся. Успокойся. Я не могу тебя взять с собой. Ты должна меня понять. Там обслуга уже готовая, квалификации повыше и проверенное получше. А ты... Я порекомендую тебя своему преемнику. Вот такой мужик. Вот такой мужик. Ну, не реви, не реви, не реви. Это тебе. Тебе держи лапкой. А это твоему сынку. Назберкнижку. Давай выпьем за его здоровье. Всё равно вас никогда не забуду, Кирилл Григорьевич. Не реви. Не реви. Не реви. Такова наша жизнь номенклатурная. Василий Ильич приехал. А он с поваром приехал со своим. Но меня он не прогнал. Даже, можно сказать, повысил. Горничный сделал. Я чистенькая ходила, симпатичная такая. Вообще симпатичная была. А ты сейчас замечательная. Да ты что? Красивая. Да что ты, нет. Ну вот. А он тоже не любил жену приезжать на дачу. Чаще один. Ну, позовет меня. Мне жалко его. Я к нему и приду. И Васька мой младший от него. Но у меня к нему обиды никакой. Помогал мне очень так. И детей устроил. В интернат Кирюшку. Ваську в язле. С ума сошла. Это ж казенный сервиз. Все, все, все. Было ж сказано. Только личные вещи. На пенсию вы проводили таки, а? Я ж молодой еще. Молодой, молодой. Господи, Василий Ильич. За что тебя гонит? Ты такой хороший. Что ты сделал-то? Да я вообще ничего не делал. Сгорел-то по-глупому. Задремал на плену Мицака. Да ты что? И захрапел во время речи хозяина. Да ты что? Да как же ты мог, Василий Ильич? По твоей милости из-за тебя ночь не спал. Вот. Господи, кстати, и не попрощались ведь по-человечески-то. Ой, ты нашла момент, мать. Все, все, все. Сосед, маршал, сука такая. Не разбудил. Господи. Хозяин прервал доклад, показывает на меня, говорит, вот товарищу Прохорову неинтересны планы партии. А мне интересны. Я знаю. Василий Ильич, миленький, что ты? Что со мной-то будет? Да я порекомендовал бы тебя, сменщику своему. Только он меня и слушать-то не станет. Кто же я теперь для него? Ты вот что. Ты, Вася, сынку, купи что-нибудь. Ты извини, что мало даю. Какой с пенсионер спрос? Ну, а потом уж Василий Алексеевич, то есть, все забываю, Иван Алексеевич точно приехал. А он-то с поваром со своим из горничной. Горничная молодая, красивая. А я-то уж постарше была. Ну и меня в сад перевели. Давай помогу. Ну, а замужем ты не была? А зачем? Люди-то все хорошие мне попадались. У Ивана Алексеевича то, что после Василиича-то, у него шофер был. Антоном звали. Хороший человек. И охранник Сережа. Ну, потом уж дворник Тимофей. У него жена часто болела. Я жалела его. Да, значит, их обслуживала, обстирывала, детей от них рожала. Хорошие были люди. Хорошие. Поэтому и жизнь у нас такая хорошая. Ты что платишь? Это от лука. Прими граммулочку. Можно я товарища позову? Ну, позови товарища. Так я ж не знала, Митя, как тут вы живете-то все тогда. Я ж тогда не знала. Я ведь... Я же не знала, как плохо все живут. Я же не знала. Я же дура была. Кать, ну не плачь. Дура просто. Я же ничего не знала. А эти сволочи, как они жрали. Ну, а хорошие люди всегда хорошо жрут. Они же пароходами, самолетами жатвы. Катя, мы нормально живем. Кать, а ну-ка давай, выпей. Выпей, я же не знала. Кать, ну хорошо живем. Посмотри на мою морду, точнее лицо. У меня пенсия хорошая. Маленькая, но хорошая. Пошли, пошли, пошли. Пошли, идем, идем. Ой, все съели. Садись, воин. Интернационалист. А ты другу своему ничего сказать не хочешь? Степа, сколько раз я тебе говорил, что у ничьих национальность общая. У богатых национальность общая. Не расстраивайтесь, вы такой интересный мужчина. Выпейте. Ему закусить дай, он уж выпил. Кушайте. Спасибо. Бонзай, дорогой. Я... Вот сюда. То есть... Мы... Думали, что ты... А ты... Налей сюда. В общем, я хочу пожелать тебе, что ты всегда отмечал свой день рождения. Садись. Хороших людей. Спасибо большое. Отсюда налей. Спасибо. Хорошо? Да водочки. Я водочку. Я лучше водочку. Спасибо. Генерал должен водочку пить. Спасибо. Будем здоровы. Извини, командир. Дай ничего. Будь здоровым. Здорово. Хороший человек. Ура. Хороший человек. Ура. Здорово. Ура. Ура. Снег. Смотрите, снег. Он голубого цвета. Бедный Йорик. Он голубого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем приготовиться к посадке. Субтитры создавал DimaTorzok Улетает? Улетел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Грузитесь, грузитесь в милицейские машины. Вы поступаете в распоряжение милиции и горсовеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Помогите полковнику. Товарищи солдаты! Посмотрите на них! Это же ваши братья и сестры! Они беззащитные! А поднимать оружие на беззащитных это грех! Это нельзя! Солдаты, опомните, не роняйте вы воинской чести! Народ и армия едины! Заткнись же ты, дреная мать! Уберите этого крикуна! Стой! Куда прет? Отставить! Что делаешь? Это же моя машина! Ну давай! Давай, давай! Смелей! Дави! Дави своих, сволочь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Какой светик! Это же всё-таки женщина! А-а-а! 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 Аккуратимо, Маша, я вас прошу, Маша, аккуратней! Оступайте, мальчика! Прощь руки! Руки брой! Прошу ко мне не прикасаться! Рубите дому! Братя! Пейте, родной! Братя! Братя! Не бейте меня! У меня же рост печени! Товарищи! Молодцы! Перестройщики! Выполняйте план по милосердии! Любовь по разнарядке! А сколько их людей вы знали в тюрьмах! Сколько людей вы лишили ума психушкам! А теперь делайте вид, что стали хорошими! Перестроились! Ни хрена! Что вы делаете, товарищи? Что вы делаете? Умоляю! Что вы делаете? Ни хрена! Степа! Я здесь! Иди сюда! Убью! Миша! 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 Я здесь! Давай руку! Сейчас. Миша! 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 Президент? Держись! Я знал. Я знал, что ты придешь. Отпустите, паразиты! А кто гад заедакой? Вам же добра желают. Стойте, подождите, а я накажу Катя, дай руку, останови паровоз Что вы делаете, Боря? Вы унижаете человеческое достоинство Вы сожгли тоталитарное государство Уничтожили землю, лодочных людей Где мы едем, едем Скорей, скорей беги, руку давай Возьми машину, обгони их и переведи стрел, потом уйдут Едем, слой, едем Сюда, ко мне, мои хорошие Быстрей, быстрей Лаврушка, скорей, скорей, ко мне, Лаврушка Ко мне Сюда, свалочь Лаврушка, скорей, скорей, скорей Ой 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 Ну что, суки Как же это вы их упустили? Ядрен ваш Черт их что, ерунда какая-то, так же не бывает Догнать немедленно Да как же я их догоню, товарищ председатель исполкома У меня же нет авиации, а без авиации А меня это не касается Свяжись противовоздушной обороны и передай В воздухе летит Паровоз Паровоз Наш паровоз вперед летит Кому не остановка Иного нет у нас пути В руках у нас нет авиации Широка страна моя родная Много в ней лесов, полей и рек Я о другой такой страны не знаю Не знаю другой страны Нигде не была, никогда Летим В небеса обетованная Паркута, Ленинград Мы бежали с тобою От проклятой погони Чтобы нас не достигну Пистолета, разряд Ахахахахахахахах Господи, не ухнут, не вздохнут. Дни летят в метельной круговерти. Жизнь-тропинка от рождения к смерти Смутный, скрытный, одинокий путь Господи, не охнуть, не вздохнуть Снег, и мы беседуем вдвоем Как нам одолеть большую зиму Одолеть ее необходимо Чтобы вновь весной услышать гром Господи, спасибо, что живем Где же мои первые следы Занесло начальную дорогу Занетет остаток понемногу Милостью отзывчивой судьбы Господи, спасибо за подмогу Субтитры создавал DimaTorzok